Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор онлайн-университета Skillbox. Мне кажется, вообще противопоставление форматов сейчас это очень порочная практика. Мы сейчас ни в коем случае не должны конкурировать с форматами. Это большая проблема для рынка, для такого молодого рынка, как и тех, когда и тех компаний сравнивают себя друг с другом. Кто-то улучшит с предзаписанным контентом, кто-то в формате peer-to-peer, кто-то личный, кто-то на большую группу вещает через вебинары, у кого-то это тренажеры или автоматические тестирования. Мне кажется, сейчас очень важно говорить о том, что не важно, какой формат, важно, какая цель. И когда мы говорим про цель, то любые форматы должны использоваться всеми компаниями. Это моя позиция. И ответ на вопрос, неужели платформы заменят преподавателей, нет, ни в коем случае не заменят. Я считаю, что контактность это очень важная часть общеобразовательного процесса. И в частности, мы в Skillbox не занимаемся онлайн-образованием, мы занимаемся образованием. У нас присутствуют абсолютно все форматы. Да, действительно, сейчас мы находимся в таком периоде, когда большинство очных форматов невозможно. Но при этом дистанционные форматы, их очень много разных. И при этом важно не конкурировать, важно создавать коллаборации и все-таки помогать студенту в достижении его цели. В нашем случае это очень четко артикулированная цель, это изменение в карьере. Это либо получение новой профессии и старт в новый, не знаю, в IT или в диджитал, или это, не знаю, при гарантии трудоустройства, или это повышение на работе. То есть это очень важно. Когда мы говорим про то, что решает в нашем случае образование, у нас очень четкий ответ. Мы помогаем в изменении в вашей карьере. И мы используем абсолютно все средства. Очные, дистанционные форматы, вебинары, тестирование, дипломные работы. Все, что можно придумать, мы используем все. Конечно, сейчас нелегко никому. И в первую очередь нелегко эмоционально и психологически. Потому что дистанционный формат, он подразумевает сложности коммуникации и некоторые эмоционально обратные связи. Вот в этом мы видим самую большую проблему. В том, что, не в том, что преподается что-то дистанционно, а в том, что ты не чувствуешь человека, который тебе это преподает. У тебя нет групповой динамики. И вообще в целом замкнутость в своем собственном пространстве – это большая проблема. Нам кажется, что на это надо обращать внимание. А дальше, конечно, мы осознаем, что наш формат преподавания должен меняться. Мы должны больше собирать обратные связи. Мы должны больше внимания уделять именно работе не в практической стороне, а в эмоциональной, чтобы человек чувствовал поддержку, что он чувствовал изменения и так далее. Это те новые требования к преподавателям, к учебным заведениям, которые сейчас появляются в связи с пандемией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!